Девушки отдыхают Иногда дальше валим И сегодня мы в окружении роботов Узнаем что-то новое и ведем программу Все как мы любим Поехали! Стартуем с интересных новостей Поговорим о переменах больших Демит, мы только начали, а ты уже об воздухе задумался Вообще-то нет Я говорю о всероссийском конкурсе школьников и студентов В этом году наш регион впервые стал его площадкой Большая перемена – это проверка знаний И хорошая возможность заявить о себе Смотрим первый сюжет Площадка для общения, проверки знаний И отличная возможность заявить о себе Участников полуфинала четвертого сезона конкурса Большая перемена ожидала насыщенные соревновательные образовательные программы И предстояло проявить себя во множестве дисциплин По 12 направлениям Решая практические задачи в различных областях общественной жизни Здесь мы говорим о коммуникации, о сотрудничестве, о готовности работать в команде На общий результат, о нестандартном мышлении, креативности, умении решать творческие, нестандартные, иногда и стандартные задачи Ну и плюс, наверное, главная задача, что конкурс, он действительно уже вышел за свои пределы Он давно больше, чем просто конкурс Это большое сообщество детей и взрослых, которые активны, инициативны, хотят менять мир, создавать будущее Ульяновскую область на соревновании представил 41 человек Сборная команда из учащихся различных колледжей и техникумов Всего же в борьбу за право принять участие в финале сразились 850 студентов Из 21 региона Приволжского, Южного и Кавказского федеральных округов Оценивали знания экспертной жюри, в состав которого вошли профессиональные преподаватели Главной площадкой проведения конкурса стал Ульяновский авиационный колледж Почему Ульяновская область? У нас системно развивается среднепрофессиональное образование Модернизируется, оснащается новым оборудованием, ремонтируется И у нас большое количество уникальных, неповторяемых предприятий По развитию экономики региона и страны в целом Подвиньте, пожалуйста А это вкусные открытки своими руками Задача простая, на имбирном тесте участники мастер-класса оставляют глазурью свои пожелания И непростая тоже, к работе с такими материалами нужно приноровиться Помогают педагоги и сверстники, студенты техникума питания и торговли Направляют и подсказывают, но главный секрет у каждого свой Как говорил мой наставник, никогда не сознавайся Конечно, секрет у нас есть У всех поваров, у шеф-поваров, на производстве, предприятиях, то есть они, конечно же, есть Ну и, соответственно, если их будут каждый раскрывать, думаю, не будут они введить в эти заведения То есть они смогут приготовиться сами дома Большая перемена! На базе техникума этот мастер-класс далеко не единственный Во время большой перемены здесь работало несколько образовательных площадок Но в этот день в УТПИТе, как и в других профессиональных образовательных организациях Программа Добро-Правтех Это, наверное, самый интересный, самый массовый мастер-класс В который мы можем вложить свою душу и передать участникам СВО Теплые приветы готовили студенты из разных регионов В том числе и из Донецка и Луганска республик Эти пять дней для полуфиналистов были насыщенными Любители технического прогресса ждала программа «Создавай будущее» Для тех, кто мечтает преображать города, направление «Меняй мир вокруг» А еще множество конкурсных испытаний и полезной встречи Беседы с экспертами и, конечно, новые знакомства С единомышленниками и городами большой страны Ульяновск впервые принимал полуфинал масштабного студенческого состязания Но приятно удивить гостей готов всегда Мне очень понравилась архитектура Очень много различных интересных памятников культурного наследия Больше всего понравилась буква «Ё» Еще одна премьера большой перемены в этом году В очных полуфиналах по теме «Горжусь России» В междисциплинарных командах вместе студенты колледжей и старшеклассники Умение сотрудничать и нетривиально подходить к решению конкурсных задач Способность логически мыслить и сопереживать критерии оценки В финале встретятся 600 участников Главные победители всероссийского конкурса определятся в ноябре Финал пройдет в Нижнем Новгороде Победители решающего этапа всероссийского конкурса студентов Ждут большие денежные гранты От 100 тысяч до миллиона рублей на развитие собственного стартапа Такие призы, безусловно, мотивируют Но, отмечают участники соревнования, деньги в этом случае совсем не главная награда «Я уже по факту к этому конкурсу готовлю второй год, потому что в прошлом году я участвовал тоже, но не прошел полуфинал А в этом году я активно участвовал, как раз нарабатывал необходимые все навыки и опыт В первую очередь, конечно же, новые знакомства, опыт для меня Ну и, конечно же, показать свои возможности всей стране Это большие возможности Здесь можно познакомиться с новыми людьми Здесь можно найти, как раз-таки, рассказать свои возможности Какие-то идеи предложить свои и получить возможность их реализации Принимаю участие в этом конкурсе не в первый раз Я во второй раз участвую И для меня большая перемена — это большие возможности Где ты раскрываешь свои таланты и борешься со своими страхами Димит, а ты чем тут занимаешься? Я знакомлюсь с искусственным интеллектом Кстати, цифровое образование можно получить в центре «Точка роста» Таких в нашем регионе становится все больше Пойдем смотреть сюжет? Пойдем! Я человек, который не всегда может точно определить свое будущее Так как у меня есть много желаний и много стремлений Пока что я остановилась на двух профессиях Это учитель русского литературы и хореограф Хореографическая карьера 11-классницы Чердоклинской средней школы Гузели Якуповой ближе С двух лет активно танцевала дома, а с семи в местном народном коллективе — ансамбле «Виктория» Сейчас все умственные настройки девушки на предстоящие ЕГЭ, а в уме несколько вузов, включая столичные Если смотреть в московский вуз, то там 95 плюс надо набирать, чтобы поступить Стремления высокие, а стартовать удобнее с точки роста Финальный в этом году одноименный центр открылся как раз-таки в Чердоклинской общеобразовательной Естественно, научный и технологический профиль в кон времени доступен для всех школьников, начиная с первого класса Понятно, что для кого-то в этих обустроенных кабинетах будут проходить основные занятия А для некоторых визиты сюда пока деятельность внеурочная Можно из этих деталей собрать что-то свое и по-своему его запрограммировать То есть тут абсолютный полет фантазии Есть датчик кистевой силы, датчик освещенности и датчик ЭКГ Химия, физика и технология с акцентом на робототехнику – ключевые позиции выбора здесь А в других центрах по региону продвигаются цифровой и гуманитарный профили Всего по Ульяновской области рассредоточена 231 точка роста Но в целом это единое образовательное пространство Самое первое открытие состоялось еще в 2019-м Город Барыж, школа номер 2, я даже помню это открытие Это было настолько в новинку, все еще было неизведано И за это время, с 2019 года сложилось очень такое прочное сообщество педагогов Поскольку оборудование новейшее, учиться приходится не только детям, но и взрослым Под них открывают центры профессионального роста, проводят курсы повышения квалификаций и стажировки Светлана Герт именно в этой школе преподает физику и руководит точкой роста буквально с сентября Но есть подобный опыт в других учебных заведениях И везде школьники на современные технологии реагируют с мотивирующим задором Дети были в восторге, что-то новое появилось Все чистенькое, все работает Дети заинтересованы, когда им интересно и предмет будет на лучшем уровне усваиваться Первая чердаклинская средняя школа носит имя детского доктора мира Леонида Михайловича Рошаля Это потому, что в период Великой Отечественной он находился здесь в чердаклах с семьей в эвакуации Как раз таки обучался в этой школе Но, кстати, педагоги современности тоже говорят о том, что нынешние выпускники все чаще тяготеют именно к медицинскому профилю И кто знает, каких высот могут достичь Ну а точка роста наверняка поспособствует Димит, как ты в физкультуре относишься? Нравится предмет? Да, нравится, у меня там одни пятерки Вот и как герой нашего следующего сюжета с физкультурой на ты А еще они занимаются военно-патриотической подготовкой Утром во вторник Олег Дубнев прибыл в областную столицу из Сенгелеевского района По работе заехать в управление То, что Росгвардия – одна большая семья, пожалуй, аксиома для сотрудников Но для Олега это утверждение, верно, вдвойне Это сын Дмитрий, тоже росгвардеец Дубнева – настоящая династия силовиков Жена Олега, мама Дмитрия, инспектор лицензионно-разрешительной системы Дмитрий с раннего детства увидел родителей в форме и уже в пятом классе задумался о выборе жизненного пути Лучший наставник и друг, отец, помог с выбором Отец в свое время предложил мне Росгвардию Я более глубоко рассмотрел этот аспект деятельности И мне понравилась служба После 10 класса определился окончательно Росгвардия Поступил в Воронежский институт МВД И это первый шаг на славном пути стража правопорядка Вначале сложно привыкнуть к этому Потому что после школы гражданская жизнь была И первый год все находятся в общежитии Ну, это сейчас не казарма, конечно Но все равно тяжело привыкнуть к этому Помог спорт, дзюдо, лыжи Дмитрий имеет спортивные разряды, завоевывал медали Сейчас занимается категорированием объектов Обследует перед принятием под охрану Когда собираются всей семьей дома Половина разговоров о службе Его отец связал жизнь с Росгвардией Еще в 2002 году Пошел служить в военизированную охрану Сегодня возглавляет Сенгелеевский отдел Подтвердил спорт для росгвардейцев Как умение писать для журналиста Важнейшая часть подготовки Преступника надо, во-первых, догнать И половина преступников тоже спортивные Поэтому человек неподготовленный Но еще даже при этом еще надо задержать Не нанеся ему увечий Поэтому тут физическая подготовка решает Со совершенствованием технических срез Значительно сократилось время приезда на объект Системы сигнализации обойти вряд ли получится Был случай Экипаж проезжал по маршруту патрулирования Заметили подозреваемых В краже приступили к задержанию Удивились очень, что их задерживают И спросили, это же не ваш охраняемый объект Почему вы нас задерживаете? При этом полицейские все задержали И предотвратили кражу Даже несохраняемый объект То есть следят за порядком не только на объектах Росгвардейец преступника не упустит Главное качество – бдительность и внимательность И на службе, и в быту 29 октября в России Отмечается День работников службы Вневедомственной охраны Росгвардии И Дмитрию, и Олегу, и всем росгвардейцам Желаем уверенности, надежности Боевого настроя на службе Ну и, конечно же, не забывать отдыхать Продолжая тему спорта В Ульяновске прошел чемпионат России По художественной гимнастике Такое масштабное мероприятие В Ульяновской области прошло впервые Почти 500 участниц со всей России собралось Давай посмотрим, как это было Давай Миниатюрные, невероятно гибкие, невесомые Юные грации Исключительно способные воспитанницы своих спортивных школ На всероссийских соревнованиях Общества Динамо по художественной гимнастике Команды представили 26 регионов России Мы начали готовиться с середины июня Прошли подготовку И приехали уже сюда Некоторые наши девочки будут отбираться Мы готовились долго к этим соревнованиям Надеемся на хорошее выступление Такая потрясающая легкость Результат долгих и далеко не простых тренировок Терпение и упорство юным грациям не занимать Воспитанницы Натальи Федосовой В стенах Татьяны Арены уже не впервые В этот раз готова показать свои достижения в личной программе А также в программе кандидатов в мастера спорта Первого разряда и второго взрослого разряда Мы рассчитываем, как у нас принято говорить Чтобы гимнастки просто показали Самое лучшее свое выступление На сегодняшний день А какими они станут по результатам Это уже решать не им, а решать квалифицированным судьям Две основные дисциплины Групповое упражнение и индивидуальная программа Шесть программ, шесть возрастных категорий Самой младшей участнице этих соревнований всего пять лет Оценивать судьям предстояло Грамотность и четкость исполнения Хореографичность, гармоничность движения Амплитуду, обращать внимание на линии рук, ног, спины Во время выполнения того или иного элемента и связки Эти соревнования Праздник для детей Очень почетно, что соревнования проводятся В год столетия Динамо Ульяновские гимнастки В групповых упражнениях Входят в восьмерку сильнейших команд страны На протяжении 20 лет Конкуренция высокая и во многом планку задают именно ульяновские гимнастки Благодаря открытию два года назад Дворца художественной гимнастики У наших спортсменок появилась прекрасная тренировочная база А у региона возможность принимать масштабные соревнования По мнению представителей спортивного сообщества Татьяна Арена – один из лучших центров в Приволжье Да и в стране в целом Соревнования принимают участие 613 из 26 регионов Российской Федерации От Калининграда до 4 Количество команд от каждого региона не ограничено Эти состязания стали первыми в новом учебном году Бодрый старт к новым совершениям Победительницы в первом взрослом разряде и КМС Получили путевки на соревнования юной гимнастки России Для всех участников соревнования стали большим И красивым праздником спорта юности Грации Стеш, а ты знаешь, кто такой педагог-наставник? Конечно знаю Это тот, кто готов поделиться своим опытом и знаниями С молодыми учителями И мы каждую передачу о ней говорим Тогда не будем изменять традиции Весь мир театр В нем женщины, мужчины, все актеры Надо повыразительней У вас очень бытовой жест сейчас пока Такой немножко сонный Поэтому, если уж это самое Если мы делаем, то выразительно То есть, как бы вот ты Ну, то есть, не вот такой простой Вот как бы у тебя А нужно прям гиперполизировано Ну, то есть, оно может показаться вам фальшивым, но нет Это должен быть гротеск какой-то Это когда я говорю шире Это значит и сил больше тратить надо Вот в чем дело Медленнее говорить Не потому что медленнее, потому что лениво Потому что, наоборот На весь мир это все растягивать Понятно, да? Сделаем еще раз Весь мир Театр В нем женщины Мужчины Все актеры У них свои есть выходы Уходы И каждый не одну Играет роль Знакомьтесь Ульяновский молодежный театр Имени Бориса Владимировича Александрова 1 октября 2023 Молодежный отметил первый юбилей Художественный руководитель Заслуженный работник культуры Ульяновской области И кандидат педагогических наук Алексей Храпсков Идея собственного театра Получила свое воплощение в 2016 году Когда ветераны молодежного Только заканчивали учиться на курсе у Храпского Однако вернемся к рабочему процессу Мы ставим спектакль Музыкальный спектакль По пьесе-сказке Такая философская притча о настоящей любви Называется «Герда» По мотивам Ганса Христиана Андерсена На старших курсах И так получается, что это два в одном У нас и дипломный спектакль И репертуарный спектакль Молодежного театра Это уникальная, кстати, ситуация Потому что не все выпускники старших курсов актерского искусства В стране имеют возможность практиковаться на площадках театров Здесь, в молодежном театре, такая возможность есть Режиссер и руководитель давно примерил на себя еще одну роль Роль наставника Человека, за которым хочется идти Кому хочется подражать и у кого хочется учиться Наставник в первую очередь должен любить свое дело То, чем он занимается Отдаваться ему полностью И благодаря этому у него, мне так кажется Возникает всегда желание отдавать часть себя Ты понимаешь, что ты тоже хочешь так же Так же, чтобы тебе зрители верили Добиваться того же, что и он И в виде, как человек отдается этому делу Этому искусству И ты думаешь, ну хоть бы у меня так немножечко получилось Пожалуйста И поэтому ты впитываешь Алексей Вячеславович делится то, чем он научился Что он приобрел за время своей учебы, практики в театре, там работы И понятно, что у тебя такой шанс Он же редко выпадает И поэтому нужно прям всеми руками и ногами вцепиться в него Не отпускать и дальше-дальше прям все запоминать, изучать Я считаю, что должен быть профессиональный актер Действительно с огромным опытом Чтобы это можно было действительно говорить о наставничестве Но в данный момент В такой среде живет молодой человек информационный Что наставником может стать любой Вот это, вот не знаю, к счастью, к несчастью И всякий раз, конечно Чтобы стать молодому человеку наставником Чтобы он тебя услышал Чтобы он пошел за тобой Нужно, конечно, его увлечь А еще увидеть, раскрыть, направить, научить, развить умения и навыки Наставник может сделать трудные вещи легкими Но главное, давая возможность подопечным пробовать, ошибаться и искать новые пути Уметь отпускать Наставник — это все-таки тот человек, который тебя направляет Как-то, если метафорой сказать, то он освещает путь, а ты по нему идешь И именно на тебя ложится идти по этому пути или нет Наставник, он все-таки приоткрывает дверь А заходить в нее — это, конечно, выбор каждого Стеш, а где у нас можно выучиться на экономиста? В Волгу А на биолога В Волгу А на врача Ну там же, Волгу Откуда ты все знаешь? А я смотрю нашу рубрику «Мнение поколений» Не нужно доказывать, что образование — это великое благо для человека Николай Чернышевский — российский литературный критик, публицист, писатель Вот уже на протяжении 35 лет Ульяновский государственный университет дает путевку в жизнь многим и многим выпускникам, помогая им найти свой путь Среди выпускников университета — личности, которые оставили свой след не только в регионе, но и страны в целом Это известные предприниматели, ученые, государственные и общественные деятели, юристы, экономисты, врачи, спортсмены Выпускники нашего университета всегда востребованы, так как являются высококлассными специалистами, профессионалами, отлично знающими свое дело Сегодня студенты классического вуза расскажут вам о своей «Альма-Матер» В черте города у Улгу имеется целых 9 корпусов 4 корпуса на набережной реки Свияги, административный корпус на улице Льва Толстого Корпус на улице Пушкинской, корпуса на улице Гончарова и Карла Липнахта, а также корпус на улице 12 сентября Все здания оснащены современным оборудованием Для обучения используются передовые цифровые технологии В университете созданы все условия для комфортной и творческой и внеучебной деятельности студентов и преподавателей Ульяновский государственный университет был основан как филиал Московского государственного университета И уже 1 сентября 1988 года были проведены первые учебные занятия для первых 200 студентов А уже в 1995 году наш вуз стал самостоятельным учебным заведением Улгу сегодня это 5 институтов, 8 самостоятельных факультетов, 3 учреждения ИСПО, а также еще много единиц образовательной системы На территории университетского кампуса располагается множество креативных пространств Начиная с открытого амфитеатра и летним кинотеатром, заканчивая музеем и танцевальными залами Центр творчества Улгу Артхаус и студенческая арт-студия ежедневно являются местами для проведения репетиций множества творческих коллективов Просторное каворкинг пространства Стекляшка служит отличным местом для отдыха и общения студентов между парами Не забываем и об образовании, и о принципах классического вуза Ульяновский государственный университет имеет огромное количество научных лабораторий, проектных центров, а также высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав И все это в целом помогает развивать и повышать качество образования каждый день Дает семью Каждый студент с гордостью носит звание студента классического вуза Присоединяйся к нам и ты А сейчас моя любимая рубрика «Взрослые ответят» Передаем слово Яне Петрюковой Здравствуйте! В этой студии Яна Петрюкова и здесь я задаю вопросы взрослым А сегодня со мной Юлия Сергеевна Борисова, преподаватель русского языка и литературы в Ульяновском Суворовском училище Здравствуйте! Здравствуйте! Кем вы хотели стать в детстве? В детстве я хотела стать юристом Но не сложилось Так получилось, что я не добрала баллы, поступая на юридический факультет И пошла поступать в наш Ульяновский государственный тогда уже педагогический университет И затянула А какой был ваш любимый урок в школе? Мой любимый урок это была алгебра и, соответственно, геометрия Потому что наш классный руководитель Дубова Антонина Николаевна, учительница 46-й школы Была очень сильным преподавателем и мы безумно любили алгебру и геометрию А что вам больше всего нравится в профессии? Учителя Как ни странно может быть это звучать, мне очень нравится быть всегда молодой Потому что, находясь с ребятами с утра до вечера, ты находишься на их волне Поэтому учитель, обратите внимание, он всегда молод, не только душой, но и внешне Краткий пересказ и решебники – это зло или помощь? Однозначно зло Здесь я другого вам ответа не дам А если постоянно списывать у отличника, сам можешь стать отличником? Никогда вы не станете отличниками Потому что яркий пример я вижу каждый день у себя на работе Никогда А суворовцам можно бегать на переменах? Конечно, нашим суворовцам бегать на переменах нельзя Но они все-таки иногда бегают А какие шпаргалки самые незаметные? Хочется открыть тайну, что незаметных шпаргалок не бывает в принципе Другой, наверное, момент Хочет преподаватель их заметить или не хочет? Дело в том, что видно не шпаргалку, а видно, как списывает ученик И поэтому дальше уже преподаватель делает свои выводы Где она находится, какая она Ну, а если такой небольшой тайный совет Большие шпаргалки самые незаметные Какой совет вы можете дать начинающим учителям? Молодым начинающим учителям прежде всего хочется пожелать Идите работать в школу Приходите работать в школу Во-вторых, хочется, чтобы они потом влюбились в своих учеников, в своих детей И поверьте, тогда они уже никогда не уйдут из школы И останутся в ней работать А теперь можете закончить интервью одним предложением? Ну, наверное, это будет фраза Константина Дмитриевича Ушинского Никогда не обещай ребенку то, чего не можешь выполнить И никогда его не обманывай Спасибо вам за приятную встречу А я передаю слово своим коллегам Димит, чем ты опять занимаешься? Актив провожу время Но я уже привыкла, что ты активно проводишь время и нашу передачу А сейчас я передаю слово нашей коллеге Мадине Здравствуйте, с вами Мадина Менгалеева Самое время поговорить о том, куда сходить Что посмотреть и чем себя занять в ближайшее время Как сделать снимок без фотоаппарата Знают в музее симбирской фотографии И расскажут 4 ноября на мастер-классе Акварельные фотографии Создать фото можно в завораживающей технике Цианотипии Каждый участник изготовит собственный фотоотпечаток По технологии, изобретенный еще в 19 веке Красиво и очень увлекательно Кстати, действует пушкинская карта Хотите погрузиться в атмосферу тайн, загадок и мистики Тогда вам стоит смело отправляться в выставочный зал на Покровской Здесь до декабря проходит квест с ночи четверга на пятницу Вам предстоит пришагнуть к границу реального мира И столкнуться с множественными испытаниями Чтобы собрать все необходимые артефакты Которым помогут найти клад Но сокровище может оказаться не тем, чем кажется А найти истину поможет мудрость предков Зашифрованная в древних знаках и символах 12 ноября небольшой театр приглашает на Хармс Квартет В основе театральной постановки Такие стихотворные и прозаические произведения Денила Хармса Как «Рыбий жир», «Петя Пинчиков», «Самовар» и другие Пока на этом все Смотрите «Навигатор» и не теряйтесь С вами была Менгалея Майдина До встречи Эх, Стеш, как же мы сегодня интересно провели время И еще одну интересную передачу провели С вами был Вдовин Димит И Брагимов Стефания Всем пока! До новых встреч!